Это происходило в начале 90-х годов, в доме которого уже не существует. Время трясения стерла с лица земли все доказательства этой загадочной истории. Место, о котором пойдет речь в этом сюжете, находится в районе магазина Арбат, бывшего здания ПТУ номер 12. Этот участок, по сведениям инспекторов ГАИ, бьет все рекорды по дорожно-транспортным происшествиям, в том числе со смертельным исходом. Возможно, здесь раньше находилось старинное кладбище, а может быть тектонические структуры, разломы, излучающие отрицательную биоэнергию. Пенсионерка Мария Петровна больше 30 лет прожила в жилом доме по улице Советская, 59, но, как оказалось, это совсем не простой, а живой дом. На протяжении 10 лет наша собеседница хранила в тайне все, что с ней происходило. Хотите верьте, хотите нет, но 4 года она прожила в одной квартире с полтергейстом. Хозяйка квартиры долгое время никому и никогда не рассказывала о том, что происходило в ее квартире. Но я никому не говорил, я сразу, потому что люди не поймут, скажут, что немножко, да вот с приветом. Все начиналось с совсем без обидных случаев. Пришла Мария Петровна из магазина, положила кошелек на телевизор, достала из сумки в вазу, хотела поставить ее на телевизор. А кошелька нет, в комнате никого из родных не было. Обыскали всю квартиру, ничего не нашли. И через 3 месяца на этом месте они опять появились. Дальше было еще интереснее и загадочнее. Родственники прислали поздравительную открытку. И Мария Петровна попросила племянницу вставить ее в зазор между трюмо и зеркалом. Так часто делают для красоты. И тут племяша кричит, тетя, идите сюда, смотрите, что происходит. Я захожу, а вот этой открытке только один уголок показался, он исчез. До сих пор этой открытки так и нет. Куда она исчезла? Потом, конечно, они пытались выяснить, что же произошло. Вставляли другие открытки, но ничего не исчезало. С каждым днем такие необычные случаи стали происходить все чаще. Однажды, когда семья сидела за столом на кухне и все пили чай, задребежал чайник, стоявший у печки. Его крышка начала приподниматься. Чего-то чайник никогда не играл крышкой, а тут друг заиграл. Она поднялась на таком уровне, уже даже не сразу, а когда в сторону отставили чайник, он перестал кипеть. Ну и просто кушали, все сидели. А он поднялась, эта крышка, да высох она на полметра. И вот так шлеп и упала, вот так перевернулась наоборот, кверху. Хозяйка квартиры недоумений подошла к печке, взяла крышку, перевернула ее как надо и закрыла. Отошла, снова все повторилось. И так раза три подряд. Родные долгое время не могли осознать, что происходит. Ведь не могли же они всей семьей сойти с ума. Причем свидетелями этих чудес стали и подруги Марии Петровны. В квартире на кухонном шкафу стояла 18-литровая железная банка из-под растительного масла. Думали хранить в ней керосин. И стояла эта банка наверху. И вот начинает она, вот заходишь, она стук-тук. Я говорю, нагрелась, так отчего бы она нагрелась или остывала, стучит. Ну раз сегодня стукнула, потом два раза стукнула, потом каждый день начала, ты раз в день. Когда заснул садись, она начинает стучать. Мы уже привыкли, я говорю, ну что, аппетита желаешь, спасибо. Все, перестает стучать. Потом у нас, это, жила соседка у меня с внуком. Он до чего привык, он встает и все говорит. На кухне заходит, привет, банка, она раз стукнет. И все. Или кто заходит, вот кто-нибудь заходит чужой. Она уже, я уже знаю, она как начинает стучать. Это кто-то к нам идет. А если человек не очень хороший, она даже подпрыгивала. Висевшие на стене часы с маятником, тоже чем-то не нравились полтергейсту. Они очень часто висели вверх ногами. Хозяева замучились их поправлять. Стоило хозяйке заругаться слух, и три дня часы никто не трогал. Вот стоит заругаться, часы, все на место восстанавливается. Еще был случай. В доме напротив покончил жизнь самоубийством мужчина, которого хозяйка очень хорошо знала. После смерти она часто мысленно ругала его за образ жизни, сверший парня в могилу. На девятый день после смерти у себя дома она с подругами готовила блины на поминки. И тут позвонили в дверь. Я открываю дверь, никого нету, мне такая пощечина. У меня щека красная была, думала синяк будет. Я ж опешила. Не знаю, кто, что, никого нету. Я вышла, растерялась, все блины, все. Я уже этот день, уже не могла, уже соседка уже блины пекла, допекала. Таким образом, она еще раз усвоила, что о покойниках плохо говорить нельзя. Чем дальше, тем хуже. Начались беспокойные ночи. Мария Петровна часто не высыпалась. Подружки и хорошие знакомые посоветовали ей оберегать шею. Кто его знает, на что способен еще этот полтергейст. Поэтому перед сном хозяйка обкладывалась иконами и двумя большими азбестовыми крестами, освященными в церкви города Хомска. Невельских храмов тогда еще не было. Я ложу кресты по бокам, вот такие ленты облаживаясь. И вот по этой иконе стук идет. А вот крестам доставалось больше всех. Один из них в коре треснул на три части, а другой остался невредимым. Благодаря этому она и защищалась. При тихой ясной погоде ночь в доме была еще страшнее. Оконные блоки дверь ходили ходуном. Создавалось маленькое землетрясение. Они были словно преграда для чего-то страшного, что хотело проникнуть в дом. При этом в помещении становилось жутко холодно, а по полу гулял прохладный ветерок. Друзья уже старались не ходить в гости в эту квартиру. А кто приходил, на себе испытал суровый нрав полторгиста. Могли и общипать, и со стула скинуть, да еще и пинка подзадать. Нелегко в этой квартире жилось и единственной собачке. Ей доставалось еще больше, чем хозяйке. Зато две кошки чувствовали себя совершенно спокойно. Их ничто не трогало. Не могу, это жуть какая-то. Вот берут этого щенка, подымают кверху с кресла, шлепа пол. Он бедный так пищит. Влияние полторгиста оказывал на весь стояк в доме. На втором этаже жила неблагополучная семья. У молодого человека умерла мать. По слухам соседи говорили, что она умерла от голода. Сын все деньги забирал, пропивал, а она оставалась ни с чем. После смерти матери сын привел в квартиру своих друзей. А оттуда они выбегали, как ошпаренные. И такие глаза у них, я говорю, что такое? Ага, мы пришли к Коле, взяли бутылку, пошли к нему пить. А там его, говорит, мать едет на кухне. Мы, говорит, у нас волосы с дыбом шевелятся. Бабка-то умерла, похоронили. А он, говорит, спокойно, как, говорит, и там, говорит. И, говорит, ты чего приперлась? Она, говорит, я ж кушать хочу, ты мне кушать дай. И вот они убежали, и больше к нему не стали ходить. И перепугу. В один из воскресных дней сидят на кухне Мария Петровна с двумя подругами. Лепили пельмени. Во время разговора женщины услышали, как открывается входная дверь. И кто-то, как заходит, а дверь закрыта. И говорит, здравствуйте вам. А мы, говорю, здравствуйте. Вот, я говорю, ну, проходи. А, не я, ну, я говорю, проходи, а это, тетя Катя, говорит, ну, садись с нами. А Света перепугалась и говорит, да я место уступлю. Мария Петровна особо не боялась. Это ж какие нервы нужны, чтобы это все стерпеть. Однажды днем она находилась дома одна. Сидела в кресле и читала газету. Когда встала, друг резко почувствовала, что на нее сверху что-то прыгнуло и стала сжимать шею. И я чувствую, мне уже плохо со спины, как паук. Села что-то такое. И давай меня вот так сжимать со спины, вот так все. В тот день она могла умереть, если бы вовремя не пришел сын на обед. Он взял ее за руку и быстро завел в ванну, поставив под холодный душ, и мать почувствовала облегчение. Я под воду встала, и с меня вот как вот что-то как сползло. И никуда от полтергейста хозяйка квартиры не могла уйти. Уходила к соседям, через сутки он ее и там доставал. И приходилось снова возвращаться домой. Тут у хозяйки развился психоз. Она пришла к себе домой и громко со слезами закричала. Если будете меня донимать, я с дома вообще выйду. Все, мне два дня никто не трогает. Когда в Невеське начал действовать православный приход, хозяйка пригласила домой священнослужителя, отца Алексея, который осветил квартиру. И с этих пор она могла спокойно спать. Один раз осветил, и одного раза хватило. Все, тишина вообще встала. Только стук в железной банке оставался, но через неделю пропал и он. Вот как осветили, только банка стучала. Я еще как-то спросил, и я говорю, если ты, как говорят, что домовой бывает, вот, я и спрашиваю, я говорю, говорят, что домовой есть, ты хозяин этой квартиры домовой или нет? Если домовой, то стук не два раза, а если нет, то один раз, один раз стук. Когда в Невеське построили храм, хозяйка отдала свой второй азбестовый крест настоятелю прихода. Даже спустя несколько лет, этот дом так и оставался странным для всех. Его фундамент был постоянно сырым. Если зайти в подъезд и поставить ладони рук к полу, можно было почувствовать легкое пощипывание. Однажды произошел даже такой случай. На третьем этаже прорвало трубу. Так эта вода, минуя второй этаж, выливалась на первом. Коммунальщики потом долго разбирались, почему так происходит. В нашем районе наверняка много таких аномалий. А может быть есть семьи, которые хранят тайны о неопознанном. Присылайте свои истории к нам в редакцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok